всем привет сегодня предлагаю вместе со мной сделать игрушку на елку так как у нас будущий год год свиньи и соответственно игрушку я предлагаю сделать как раз мордочку свиньи итак я для этого использую к примеру рулон из-под скотча можно использовать рулон вот из-под пергаментной бумаги здесь будет но поменьше мордочка можно вообще взять полоску картона примерно сантиметра полтора до из нее сделать кружочек то есть что есть под рукой то используем дальше понадобится соответственно синтепон как наполнитель потом наша ткань которой мы будем обтягивать эту мордочку но потом посмотрим то есть для этого я использую либо можно взять безразмерные колготки можно розового телесного цвета какие есть либо ткань вот теперь и к примеру розового цвета вот кусок отрезок из-под чего-то ткани дальше можно как украшение потом использовать разные вот искусственные цветы это тоже я покупала на сайте алиэкспрессе когда-то показывала вот тут у меня много разных ленточки понадобятся то есть саша все что есть ненужное мы будем использовать дальше фантазия вашим и так что мы делаем берем я буду вот делать к примеру из рулона из под скотчем здесь ширина где-то сантиметров 5-6 я так думаю я я на глаз не вымеряю поэтому я сделаю отрежу его напополам то есть сильно такая толстая мне нужно мордочка это сильно толстая а вот сантиметра 2-3 как раз самый раз получается для этого использую канцелярский нож и так разрезала получилось вот таких два круга ничего страшного что здесь вот неровности это все закроется хотите можете подрезать аккуратненько ножничками но в принципе роли не играет дальше берем синтепон и начинаем сейчас я вот так распушу немножко потому что вот вот так закладываю внутрь вот дальше беру вот теперь сверху до примеряю и отрезаю нужный кусок так лишнее пока в сторону вот так дальше берем либо ткань либо как я уже сказала капроновые колготки только в капроновых колготках я стараюсь взять именно вот верхнюю часть хотя если более плотные не тонкие у меня здесь тонкие колготки будут будет просвечиваться синтепон будет не очень красиво поэтому либо очень плотные берете либо вот верхнюю часть которая более такая плотненько и это все одеваем в колготок вот так и стараемся делать чтобы меньше было вот этих сморщик то есть все сейчас будем иголочкой подбирать и все это поправлять беру иголку с ниткой узелок я уже сделала и смотрите сейчас вот завожу вот так вначале мы такими стежками набираем на нитку по краю нашей вырезанной ткани либо колготки что у нас есть да то есть сначала подбираем то есть сначала подбираем вот так у меня получилось на данный момент сейчас я вот этот неровный верх срежу аккуратненько чтобы не зацепить те нитки которыми прошила вот так вот так проверили все нормально если что где-то ниточка еще можно подтянуть прихватить чтобы эту часть сделать более ровненькой то есть смотрим у меня необходимости такой нету поэтому нитку я просто фиксирую и отрезаю вот так у нас получился такой кружок дальше дальше нам надо сделать ушки и ну примерно по размеру делаем ушки вот такие они думаю похоже как вот как листочек вырезаю лучше сначала немножко больше сделать и потом примерять и отрезать лишнее сейчас мы примерим ну вот в принципе мне кажется даже угадала если что там подправляете вот здесь сильно треугольник такой вышел вот так и вырезаем еще одно такое же чтобы одинаковые были так теперь эти ушки снова так же какие саму мордочку так сейчас вот так обшиваем тоже тканью берем нитку иголку делаем узелок я уже сделала приготовила натягиваю на ушко и смотрите чтобы чтобы острый конец закрывался тканью внизу мы будем это все прошивать так как низ потом будем приклеивать и эти все швы не будет видно вот так собираем собираем вот сюда к низу вот здесь уже начинаем прихватывать и волчат и и и и так и а ведь То же самое делаем со вторым ушком. Итак, ушки приготовила, основу мордочки приготовила, пуговицу подобрала. Так, и теперь подберем еще глазки. Глазки я буду делать. Вот готовы, вот такие, наверное, размер. Смотрим, что нам подходит. Или больше. Сейчас попробую больше. Нужно даже такие. Так, в это время уже поставила клеевой пистолет греться. Так, все подобрали. Все-таки вот такого размера глазки оставлю сильно большие. Они какие-то смешные получаются. Так. Вот такие. Так, и будем все теперь собирать. Итак, клеевой пистолет нагрелся. И начинаем приклеивать. То есть, прикинули где-то здесь носик. Или правильно, у хрюшки это рыльца, да? Так. Приклеиваем. Главное, вот эти вот дырочки поставьте ровненько. Вот чтоб как рыльца смотрелись. Так, есть глазки. Второй. Так, второй. О, это получилось, чтобы. так теперь ушки вот так титул поросенка ужин наношу клей вот как раз по самому краю аккуратно быстро приклеиваем там где решили сделать ушки удержали так и второе смотрим чтобы одинаково было как-то так вроде бы придержали вот уже похоже данным поросенка и теперь чтобы вот это вот закрыть можно сделать либо в виде шапочки либо к примеру сделаем нашу хрюшу девочку мы можем здесь цветочки сделать подобрать давайте подберем я сделаю этот нет нужно может быть катеша ромашки можно сделать такой в виде веночко подбираем цветочек наверное все таки вот так я сделаю вот так получилось и теперь еще приклеим веревочку у меня в моем случае это ленточку за которую мы будем прицеплять нашего нашу хрюшу на елочку наносим с этой стороны клей и приклеиваем можно пришить ленточку либо веревочку здесь сверху завязываем узелок и вот наш результат такая красивая мордочка поросенка как символ года на елочку и давайте сделаем еще одного только теперь из ткани розового цвета сейчас наполняем все точно также синтепоном и и теперь я беру ленту и вот клеевым пистолетом сейчас тех местах где у меня так как эта ткань а не капрон да как он лучше тянется и чтобы немножко закрыть сгладить этот шов вот так вот лентой нужно можно взять тот же дождик к примеру вот так сейчас поправим чуть-чуть клеем и 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 как хотите то есть прибавляете что-то свое вот можно всегда что-то поменять ну а так сам принцип всем спасибо за внимание пока пока подписывайтесь на мой канал не забудьте нажать на колокольчик для того чтобы первым получать уведомления о новых видео на моем канале